Хочу порекомендовать канал Катчер. На нем автор проводит регулярные стримы по мультиплеерным проектам, будь то Rainbow Six Siege, RDR Online или же Modern Warfare 2019. Автор очень общителен со зрителями и старается показать хороший скилл в игре. Подписывайся на его канал, ссылка будет в описании. Всем привет, с вами Спектр и буквально вчера, за сутки до того, как я записываю это видео, разработчики неожиданно выкатили огромную обнову для Modern Warfare 2019, гигов аж на 60, если я не ошибаюсь. И я так наивно подумал, что о, наконец-то новые спецоперации появились, наверное, продолжение сюжета, а тут, да, тут абсолютно ничего нету. Однако, у меня остается один небольшой должок, а именно финал классических спецопераций, на которые я так и не посмотрел. Итак, на канале остались две непройденных классики, это спецоперация Дезинформация, и судя по тому, что ее на 3 звезды нужно завершить за 12 минут, я так понимаю, это будет самая длинная спецоперация в этом списке. И аналогично с этим, здесь есть спецоперация Охрана, я уже попытался ее когда-то в соло проходить, у меня опять же ничего не получилось. Я, как обычно, благодарю вас за пальцы вверх заранее, не забывайте их ставить и подписываться на канал, если вы тут впервые, видеоролики выходят ежедневно. Ну что ж, пойду искать лобби. Итак, спецоперация под названием Дезинформация. Наконец-то нашлось лобби, правда, я буду играть всего лишь с одним человеком, но ладно, это уж лучше, чем ничего. Я вообще думал, что уже в соло придется это начинать. Ладно, какой-то брифинг у нас будет в самом начале, давайте смотреть. Миссия начинается в вертолете, уже неплохо. Офигеть. Ну, в общем, да, у нас тут такой микро-стелс. И, кстати, у нас тут есть союзные тиммейты в какой-то веке. Только единственное, я вообще ничего не вижу. Так, ладно. Ну, давайте тогда пробираться. Начинать захватить территорию посольства. А-а-а, моя любимая в кавычках миссия, как говорится, да? Кстати, есть ЕБР-14 с тепловизором здесь. Слушай, это уже, знаешь, что напоминает мне? Сейчас скажу. Была в третьем баттлфилде такая миссия. Тоже там нужно было орудовать в темном городе. Хотя была снайперская винтовка с тепловизором. Я уже не вспомню, как она называется. Давно проходил эту игру. В общем, я уже убедился, что в данной миссии присутствуют смертники. Плюсом ко всему, на МП-7 тоже установлен тепловизор. Что очень хорошо. Да, судя по всему, основная сложность опять будет складываться с бесконечных респавнов противника, про которые я постоянно говорю в этом режиме. Хотя, кстати, может быть, разрабы это пофиксили. Да ладно! Кому я тут, ну да, кому я тут затираю. Да, сейчас бы бесконечный спавн и фиксил. У нас почему-то тиммейты не рашат. Хотя, по идее, тут уже противников не было. Так, ладно, пойдемте дальше. Уничтожим этих, уничтожим этих. Не знаю, кто там еще за забором. В любом случае, нужно прорываться внутрь. Я так понимаю, мы задание посольства сейчас просто выполняем задом наперед. То есть, мы в него проникаем, добегаем до самой стартовой комнаты. Не знаю, что-нибудь там. Да елки-палки, гребаные мины. Забираем оттуда данные какие-то и просто сваливаем. Так, пойдем, мой китайский друг. Слушай, а здесь уже тепловизор не нужен, по идее. Он, кстати, своих тиммейтов вообще там коцает, когда попадаешься по нему. Я все-таки думаю, что эту спецоперацию в соло еще более-менее можно проходить. Только из-за того, что у тебя есть тут товарищи по команде. Но, да, один из них уже умер. И это даже, наверное, еще не половина миссий. Я думаю, что пора прорываться дальше. Отлично, наконец-то контрольный... Да-да-да-да-да-да-да-да. Конечно же мины. Так, берем стимуляторы. Они нам пригодятся еще. И мне бы патроны пополнить, пополнить бы и запас. Господи, сколько здесь мин. Это просто нереально уже, знаешь. Ладно, что делаем дальше. Начните передачу данных. Подождите. Нооман 2.3, в общем, да, начинайте копирование данных, говорит Лазвилл. Я уж думал, я ее замьютил там. Защищайте комплекс. В общем, моя самая нелюбимая миссия под названием посольства. Напоминает, знаешь, этот Modern Warfare 3, когда там скидывают подкрепление Гиган или Дельту. Так, что у нас тут? Забирай. Турель часовой. Но я думаю, что ее уже можно куда-нибудь вот сюда поставить, на самом-то деле. А по поводу обороны посольства. Я уже натренирован. Эту миссию на реализме проходил. Кстати, с того момента я так и не трогал сложность реализма в итоге в этой колде. Ну ладно, неважно. Так что оборона, в принципе, будет несложной. Учитывая, что у нас есть тепловизор. Кстати, да, был бы такой, конечно, в синглплеере. Было бы еще проще. Единственный, кто здесь, по идее, действительно наносит тебе, да, огромный урон. Это смертники. Их надо просто, главное, держать на расстоянии от себя. А так, в принципе, все. Более-менее легко и просто. Что-то подобное я, знаете, где видел? В операции выход на рынок из Modern Warfare 3. То есть там ты тоже прорываешься через толпу противников. Потом тебе нужно скачивать данные и при этом обороняться от пехоты, которая наступает на тебя. Чувак, я бы тебе там с радостью сейчас помог, но, во-первых, тебя маленько окружили, поэтому ползи-ка ты сюда, пожалуйста. У нас там еще отряд Дельта работает. Что хорошо в этом режиме? Тиммейт никогда не истечет кровью. Не знаю, конечно, как так возможно, но ладно. Он, то есть, может приползти к тебе, по сути, в любую точку карты. Огромная проблема этой спецоперации, во всяком случае, противники с дробовиками. Ты сразу же получаешь красный экран, как только они наносят тебе урон в упор. Ну, собственно, это очевидно. На улице валяется куча посылок, которые мы не можем подобрать. И самое главное, в каждой подобной спецоперации всегда должен быть какой-то джиггернаут. Я не то, чтобы его как бы призываю. Я сам не хочу, чтобы он здесь появлялся. Тут уже просто форсированное наступление на нас идет. Миллиарды смертников, плюс еще с дома там по нам открыли огонь. Надо этот, да, надо кластерную бомбардировку в тот дом отправить. Ёлки-палки. Это то же самое, как проходить миссию морпехи в Блэкопсе первом, где будут бесконечные вьетнамцы. И тебе такие говорят, чувак, а устрани-ка ты всех противников на локации. Ага, до свидания это называется. Перегруппироваться у точки выхода. 30 секунд? Давай, поехали. Подожди, так это вся спикопса была? То есть сама сложность заключалась в том, что... Блин, нужно было просто обороняться очень долго сидеть. Все. Вот теперь точно все угрозы ликвидированы. Слушай, чувак, я понимаю, что здесь темно, но мы тут, как бы, да, мы здесь. Сажай вертолет, пожалуйста, сюда. Или подождите, 15 минут уже прошло? Я думаю, что нет. Вот это приколы. Я понял. Возвращаемся обратно, чувак, возвращаемся. Перегруппироваться у точки выхода. Окей, ладно, мы устранили большинство врагов, которые тут были. Так, ладно. РПГ это, видимо, у них тут отдельная тема. Хорошо, давайте в этот раз попробуем эвакуироваться. Почему бы и нет? Другого пути нет, только так. Ну и где вот он? Я его не вижу. А вон он. До свидания. Ну, наконец-то. Задание выполнено. Ё-моё. Офигеть, две звезды получили? То есть на полторы минуты буквально не уложились. Ну, что ж я могу сказать по этому поводу? Спецоперация была довольно сложная. На самом деле, если так подумать, здесь не было джиггернаутов. Поэтому в соло пройти эту миссию можно, да. Авторитетное мнение человека, который только что проходил в каупе, да. И у нас остается последняя спикопса. И, в принципе, на этом все. Как и ожидалось, я не смогу найти в кооперативе спецоперацию под названием охрана. Именно поэтому ее придется проходить отдельно в соло-режиме. Правда, есть тут одна маленькая проблема. Я эту спецоперацию уже видел. Несколько раз пытался также в соло одолеть. И у меня, как вы поняли, ничего не получилось. Поскольку здесь на тебя наступает колоссально огромное количество противников. В общем, сейчас все сами и увидите. Значит, наш вертолет терпит крушение. Даже через вышку он пролетел. Да, такое тоже бывает. И к нам приближается вражеская пехота. Так, давайте, пистолетов всех раскидываем. Но, конечно же, мы этого не делаем. Окей, делаем дубль два. Дайте, пожалуйста, пистолет. Хит-маркер, хит-маркер. Да-да-да-да-да, они не умирают. Я знаю, что там можно, если что, подобрать автомат. Но немного сейчас не до этого. До свидания. Все, готово. Так, забираем сюда вот это дело. И забираем ФАМАС. Да-да-да, к вам приближается вражеское подкрепление. В общем, суть в том, что данная спецоперация представляет собой режим выживания полноценный. Здесь, кажется, три волны противников на тебя будут нападать. Плюс, периодически, да, вам будут скидывать все посылки. Например, в этой, я помню, будет находиться миниган. В общем, да, у нас тут есть снайперка Хадира. Опять также присутствует поправка на ветер, как вы уже поняли. И, в принципе, суть в том, чтобы выстоять против армады просто противников, которые вообще не знают пощады. И при этом, при всем, вам еще нужно как-то выжить среди них. Это будет очень тяжело. Конечно, противников можно вот так вот проскидывать, да, в самом начале. Но вы уже видите, чем это чревато. То есть, допустим, один противник к вам заходит в спину, и на этом все заканчивается. Окей, я сделал еще одну попытку. Так что, да, занять позицию, это первостепенная задача в данной спикопсе. Плюс, противники не особо-то на данный момент именно хотят нападать. Они хотят именно перегруппироваться. И только после этого зажимать тебя с двух сторон. По идее, я уже видел в предыдущей части, что здесь сложность адаптируется под количество людей, которые проходят все это дело. Но, знаете, что я скажу? От этого нифига вот легче не становится почему-то. Да, и я выбрал одну из самых лучших просто позиций, да. В этот раз мы выполним многоствольный пулемет. Вот целая турель, поэтому я ее, пожалуй, сразу вот сюда вот запихну. И единственная позиция, которую я здесь придумал, это вот данная крыша. Во всяком случае, здесь можно вот так лечь и просто обстреливать противников. И еще забыл кое-что сказать по поводу этой спецоперации. Здесь нужно убивать не всех противников для того, чтобы волна закончилась. Здесь достаточно убить, ну, не знаю, процентов 90-95, наверное. Да, я понимаю, слабое утешение, но в любом случае, противники потом начнут отступать, и вам просто скажут, мол, добейте их, пожалуйста, или что-то с этим сделайте. Да, еще здесь искусственный интеллект все просто превосходит, поэтому они будут закидывать вас коктейлями молотова, чтобы выкурить оттуда. Кстати, как и в синглплеере, по-моему. Турель погибла смертью храбрых. Ну, а нам остается только вот ждать врагов, которые сейчас тут будут появляться. Да, и вот так вот расправляться с ними. Я никакой другой новой тактики не придумал здесь. Может, не знаю, вы мне подскажете на будущее. Они отступают, добейте их. О, отлично. Но это была только первая волна. Дальше будет сложнее. Сейчас увидите, почему. Потому что я постоянно на второй волне и умирал. Так, давай, посылка. Дропни мне что-нибудь нормальное. Здесь, по идее, может выпасть даже ИС-130. Я смотрел в видосах, такое выпадало, но мне выпадает кластерная бомбардировка. Хорошо, ладно. А, друзья, теперь снайперку Хадира. И, да, теперь у нас будут еще минометы. Основная проблема минометов. Да, они никогда не промахиваются в этой спецоперации. Все. Двух минометчиков я, по идее, устранил. Так вот, обычно на этой волне я умирал в данном задании. Посмотрим, как оно пойдет сейчас. Потому что противников будет очень много. Да, даже вон огонь уже полетел вовсю. И самое главное, расправляться с пехотой как можно быстрее. Чтобы они не успели подойти к главному герою. Все. Ложимся тогда. И я вызываю кластерную хреновину. Не знаю, туда-не туда я ее вызвал. Надеюсь, она меня хотя бы там не убьет. В любой момент на тебя выйдет целая орава. Вот как сейчас, да. Не-не-не, все, я уже умираю. Я понял, да, я уже умер. Каждый раз, когда на тебя выходит подобная орава, то есть сразу с двух сторон. Все, ты уже 100% мертвец. Окей, вторая волна снова на месте. Думаю, да, это уже будет последняя попытка. В общем, в этот раз тактика кардинально меняется. Я решил все-таки забрать себе многоствольный пулемет. И вместо клейморов я взял себе коктейль молотова, чтобы один из проходов просто заблочить. То есть либо лестницу буду блочить, либо уже второй вход. Вообще, конечно, на словах тактика более-менее неплохая. Но как вот она на деле будет складываться? Ну, например, вот так это делается. То есть, видишь, один проход я чисто вот так вот блочу. А дальше просто смотрю лестницу. Просто в упор с РПГ по мне пальнул. Это нормально вообще? Я думаю, что да. Кстати, молотов не особо-то помогает, смотрю. Либо пламя очень быстро проходит, либо им вообще насрать на него. То есть они просто ходят по огню. До свидания. Знаешь, режим выживания на максималках уже, потому что в МВ-3 ты мог спокойно разгуливать по карте, даже когда три бронированных джиггернаута просто на тебя наступают. И здесь же тебя... Я не знаю, здесь только мат просто, знаешь, в голову приходит, когда ты видишь вот эту спик-опсу. Окей. Более-менее вроде враги растасались с правой стороны. Значит, сейчас они будут наступать именно с этой лестницы. Можно было бы, конечно, встать, посмотреть, где они там. А, смотри, кстати, что они еще придумали. Они еще и дымы здесь раскидывают. Это уже... Это уже не смешно, дамы и господа. Да, это уже совсем не смешно. В общем, под этот белый фосфор воевать становится еще сложнее. А противники-то не заканчиваются, они продолжают наступать. Может, я должен какую-то ключевую точку здесь уничтожить? Я не знаю, но... Ну, типа, это бред. Ну, смотри, все. Я получаю просто миллиард урона на ровном месте. Жесть, народ, что происходит. Я еще так далеко не заходил в этой спецоперации. Но, по-моему, я попал просто под бесконечный спавн только что. Что за топот внизу? А, это уже трупаки, короче, у меня. Да, их уже стало настолько много, что игра не знает, куда их девать. Ой, ладно, я вторую волну пережил. Впервые за всю эту спецоперацию. Что это? Вертолет со стрелком. Я пропустил одного минометчика, но у меня уже, по идее, нет времени его убивать. Ну что ж, давайте тогда попробуем. Полетели? Вертолет со стрелком на позиции. Смертники противника. Там еще и смертники на подходе. Блин, как мне не хочется сейчас провалить эту миссию. Ё-моё. А по кому стрелять-то? Все вот эти мелкие точки, это все противники, которые на меня наступают. И, по идее, которых я должен был устранять в Соляново. Офигеть. Вы только посмотрите, какой маразм на карте сейчас происходит. Мне кажется, что сейчас смертник просто убьет меня. Ладно, я вызываю С-130, мне насрать. Я хочу просто пострелять по ним здесь. Офигеть их там сколько. Ёлки-палки. Не, если мой персонаж не уязвим во время управления, вот С-130, допустим, условным, тогда все нормально. Если он уязвим, тогда у меня плохая новость. Я сейчас снова могу провалить это задание. Так, добиваем этих, добиваем этих. Горит база, доберитесь до вертолета, который должен вас эвакуировать. Транспорт прибыл, валите оттуда. Надо на стимуляторах, короче, бежать. Ну, в любом случае, народ, это была хорошая попытка, даже если я не пройду эту спецоперацию сейчас. Это была одна из моих лучших попыток. Спасибо разработчикам за ультра-мега-супер-сложность. 40 метров до вертолета. Давай, чувак, ты сможешь это сделать. 20, 10. Готово. Да? Все? Выполнено? Все, мы сваливаем отсюда. Офигеть! Я в Солянова... Я в Солянова на две звезды прошел спецоперацию охрана. Это было просто ужасно. Это было реально ужасно, друзья. Теперь можно подвести, наконец, небольшой итог. В общем-то, мы прошли с вами все классические спецоперации, какие только возможны. Часть из них проходили в соло, часть проходили в кооперативе. В общем-то, все ролики находятся в плейлисте Modern Warfare 19, которые сейчас у вас на экране. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам удачного дня. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Будем ждать дальнейшее обновление от разработчиков в плане спецопераций. И всем пока!